Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что первое, что вам нужно сделать, это выработать свое отношение к своей работе. Как это не парадоксально звучит, но именно так. Почему? Дело в том, что до тех пор, пока вы не определились с тем, как вы относитесь к своей работе. Да? То есть до тех пор, пока вы сами для себя не решили вопрос со своим отношением, возможно, к работе. Вас будут всегда вот так вот шантажировать. Вот. Кто угодно. На самом деле, будь то этот мужчина, будь то кто-то другой, будь то какой-то еще человек. Вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, вы должны работать так, чтобы не чувствовать себя, ну, стесненно, чтобы не чувствовать себя, ээээ, позорящейся. Да? То есть, чтобы вы не чувствовали вот этого. Чтобы не чувствовали, что вы, эээ, позоритесь, или что вы, ээ, делаете что-то неправильно, или что вы делаете что-то такое, эээ, чего делать, эээ, нельзя, не следует. и так далее. То есть выработать нужно сначала. Нужно выработать вам, значит, отношение к тому, что вы делаете. Вот. Понимаете? Адекватное отношение к тому, что вы делаете. Это первое. Дальше, значит, следующий момент. Это момент такой, что вы плохо обращаетесь, вот, собственно, с человеком, да, вы плохо к нему обращаетесь, что вы привыкли к нему и так далее. То есть вы пишете второй момент, да? Здесь, мне кажется, история такая, что необходимо понять природу ваших чувств. То есть вот, что это за чувства у вас, да? То есть какие чувства вы испытываете, ну, например, вот, к этому человеку, да? Что вы хотите, хотели бы от него, вот, и так далее. А в чем выражается, грубо говоря, в чем выражается? Ваша к нему привязанность? То есть как она проявляется? Ведь вы же понимаете, что любая привязанность, это потребность. Вот. Значит, у вас есть потребность. Вот. У вас есть потребность. И вы в этой потребности очевидно не удовлетворены. Понимаете? И я, конечно, не хотел бы гадать, и уж тем более не хотел бы лезть к вам в душу, вот. Но возможно, возможно, только возможно, да? Эти потребности дали о себе знать, когда вы начали встречаться, ну, не встречаться даже, а взаимодействовать с этим мужчиной. То есть когда вы, например, почувствовали, допустим, что, ну, что он, этот человек, вроде бы вам интересуется, вот. Вроде бы этот человек, принимает вас такой, вот, какая вы есть, и вроде бы ничего от вас, собственно, не требует, да? То есть вы говорите, что он не требует от вас, там, допустим, секса, да, и ничего такого от вас не требует. Вроде бы. То есть в этом плане вы, возможно, начали получать для себя то, что вам хотелось, вот. Ну, я не знаю, либо хотелось, либо хочется, да, то есть это, ну, не совсем здесь, конечно, понятно, да, но тем не менее, тем не менее. Вот. Понимаете, о чем идет, о чем идет речь, я надеюсь. То есть ваше бобре, ваше бобре. Необходимо понять, чего вы хотите. От, собственно, этого товарища. То есть вот вы говорите, что привыкли к нему, соответственно, вот, привычка, это хорошо, но я бы сказал, что она чревата. Да, чревата немного. Но в данном случае она чревата вашей, например, зависимостью от человека. Что ни в коем случае, на мой взгляд, неприемлемо. То есть если вам нравится с ним общаться, то общайтесь, если он вас устраивает. Взаимодействуйте с ним, вот, но если у вас появляется к нему привязанность, то ничего хорошего в этом. Я, кстати, к сожалению, для вас, по крайней мере, не вижу. Вот. То есть только вот какой-то негатив, вот, определенный негатив для вас и именно для вас. Вот. То есть понятно, да? Желание. Желание, потребности, что вы хотите от, значит, ну, от человека, да? Вот. Это очень важно. Это очень важно. Второй момент. Далее. Третий момент. Третий момент касается, как это ни странно, того, как человек себя с вами ведет. Да? То есть он чего-то от вас требует, он требует от вас измениться, он требует от вас бросить работу. Он вас, значит, шантажирует, да? Угрожает вам. Вот. То есть эта история, ну, на мой взгляд, весьма, весьма показательна. То есть это тот случай, на мой взгляд, на мой взгляд, это тот случай, когда человек вроде, вроде как, вот, вроде как, в начале, значит, ну, признается в любви, да, вроде как, в начале. Говорит что-то, типа, я тебя люблю, я, там, тебя приму, да, я ничего от тебя не хочу, я все для тебя сделаю. Вот. А потом начинает за это что-то требовать. Вот. Подобная история, эта история, к сожалению, очень негативная. Вот. И здесь очень важно, чтобы вы, ну, не обманывались, не обманывались сами. Да, то есть не ждали от этого человека, чего-то. Чтобы вы не ждали от этого человека, ну, каких-то высоких проявлений чувств. Потому что тот, кто синтезирует, да, он такое, к сожалению, не способен. Вот. Я понимаю, что вам это, может быть, неприятно, но что поделать. Да? То есть вот, то, что вы пишете, да, значит. Так, вот недавно потребовалось, чтобы я пообещал ему, что когда он вернется с рейса, я уйду с работы. То есть это вот уже, как бы, да, это уже какие-то вот условия, тоже какие-то требования, вот. И здесь сразу понятно, что человек преследует какие-то свои цели, да, и к вам он относится, может быть, вы ему и нравитесь, может быть, вы ему и не безразличны, но нельзя, нельзя, к сожалению, сказать, да, что это отношение именно любящего человека. Вот. К сожалению. Вот. То есть любящие люди себя так не ведут. И, соответственно, исходя из этого, получается, что человек давно о вас мечтал. с вами, с вами, возможно, я не знаю, сблизиться, не сблизиться, да, но хотел всего-то на два раза. Вот. И все его действия были связаны только с этим, то есть с тем, чтобы вот с вами, ну, с вами как-то сблизиться, по сути. Вот. Вот. Что можно сказать? Значит, ну, очень важно, на самом деле, очень важно, чтобы вы сами для себя определили, чего конкретно вы боитесь. боитесь, вот, и боитесь ли, вот, то есть боитесь ли вы, значит, потерять, допустим, человека, вот. Боитесь ли вы, ну, боитесь ли вы потерять человека, я имею ввиду близких, своих близких людей, да, вот. Своих близких людей, которые, вот, у вас есть, то есть окружение, насколько вы боитесь вот этого вот. Того, что, ну, окружение как-то, да, ну, на вас отреагирует негативно на то, что вы делаете, на то, чем вы занимаетесь. Да. Да. Вот. То есть если боитесь, да, то, соответственно, почему и что именно вас пугает. Вот. То есть это вот нужно освободить вас, то есть чтобы вы абсолютно свободно себя чувствовали, вот, ну, при взаимодействии с этим человеком, вот. И чтобы это позволило вам вести себя с ним так, как вам хочется, вот. А не так, как, например, вас заставляют, да, потому что любое заставление, да, любое принуждение, это уже совсем другая история. Вот. Именно поэтому я так много внимания уделяю вашей, скажем так, ну, зависимости, возможной зависимости от человека. Вот. Именно поэтому я так много этому уделяю внимания. Вот. Я хочу, чтобы вы поняли, поняли, что основная проблема, она именно, именно в этом. что вы чересчур зависимы от, ну, от мужчины, чересчур, ну, может быть, чересчур нуждаетесь в нем и так далее. А это недопустимо. Вот. Что вы, может быть, там, я не знаю, может быть, боитесь чего-то, да, боитесь остаться одна или не получаете любви и так далее. Вот. У многих людей, ну, у некоторых людей, ну, вот, которые работают по вашей специальности, да, у них заниженная самооценка. И очень мало людей обращается за помощью, вот, хотя многим эта помощь нужна. Поэтому я, вот, подчеркиваю, что вы сами найдете выход, вы сами найдете выход из ситуации, как только решите для себя этот момент. То есть, как только вы освободитесь от своей нуждаемости в этом мужчине. Тем более, что вы говорите, что это не любовь у вас. Вот. Если это не любовь, то, соответственно, если это правда не любовь. Ну, вот. Что мне кажется, что проблем, в общем-то, быть не должно. Вот. Что касается его угроз, да, то, опять же, я здесь не случайно заговорил про ваши отношения к работе. Вот. Потому что, если вы принимаете до конца то, чем вы занимаетесь, то я думаю, что вам не страшно будет, если кто-то узнает о том, что вы делаете. Потому что, если вы это делаете от души, то, как бы, какая разница, кто понимает, кто не понимает, кто согласен с тем, что вы делаете, кто не согласен с тем, что вы делаете. Вот. Тут, как бы, значение это никакого не имеет, на мой взгляд. Вот. Если же вы не уверены в том, что делаете, в том, что хотите, то, ну, может быть, имеет смысл подумать над предложением этого мужчины. Вот. То даже если вас любви к нему нет, даже если вы его не любите, то всё равно он хотя бы даст вам то, что, ну, то, что вы хотите. Вот. Понимаете? И вы сможете уже действовать тогда опять-таки независимо. Опять-таки. Вот. Вот. Ну, мне кажется, что здесь всё зависит исключительно только от вас. Вот. Что-то мне кажется, что это исключительно, что только вот зависит от вашего отношения. Вот. Понимаете? Вот. То есть, значит, тут вот нужно исключительно на себя полагаться. Вот. 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 Поэтому я думаю, что за вас никто не праве решать, как поступать в этой ситуации. Вот. Абсолютно. Вот. Никто не праве решать, как вам поступать. Вот. Поэтому проанализируйте ещё раз. Своё отношение к работе, свой жизненный путь, своё отношение к мужчине, к окружающему. Вот. Именно. Именно. Да? К окружающему. Вот. Вот. И после этого, соответственно, уже можно будет о чём-то говорить, уже можно будет что-то делать. Вот. А так, ну, сами понимаете, да, то есть, то, если вас сантажировать будут, если вы будете злиться, то куда это приведёт? К чему это приведёт? На мой взгляд, абсолютно ни к чему. И никуда. Вот. Так что это то, что вам я могу сказать. То есть, я рекомендую вам поработать здесь над собой, если нужна, если нужна будет помощь, обращайтесь. Вот. Мы вам поможем, если нужна будет помощь. Вот. Выбирайте себе любого эксперта и начинайте с ним работать. Вот. Всё исключительно конфиденциально. Вот. Никаких училищик не будет. Это я вам могу сказать совершенно, что вот у нас, как бы, профессиональная этика. Вот. Профессиональная этика нам не позволит делать такие вещи. Вот. Ну, а вам я желаю обрести гармонию. Вот. И вам я желаю, а, значит, понять, с чего же вы всё-таки хотите. Вот. Сами. Для себя. Чего вы всё-таки хотите. И после этого, значит, я надеюсь, что вы выберете правильное направление для своих действий. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Ага. На мой взгляд, знаете, вот если так вот, суммируясь всё лучше сказанное, да, я думаю, что вам нужно мужчину от себя отдалить, да, сказать, что вам нужно время. Что обещать вы ничего не можете, что слишком сильно его любите. Или если он вам слишком дорог, или слишком ценен, как-то так. Вот. И скажите, что, значит, не можете ничего обещать, но подумайте. То есть, не оттолкивайте на человека, но и оставляйте ему надежду. Вот. Мне кажется, что это самый вечерин, потому что, если вы его тут оттолкнёте слишком редко, он может действительно вам навредить. Да, и если вы сейчас к этому не готовы, для вас это будет очень болезненно. Мне бы этого не хотелось. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Иначе. Е Exc I. Продолжение следует...